Мы с вами много говорим о принципах коллекционера и о том, что такое коллекция, сколько монет можно считать уже коллегами. И вот в данном случае я хочу вам предложить пример такой мини-коллекции. Приветствую зрителей канала Заметкинумизмата. Мы с вами много говорим о принципах коллекционера и о том, что такое коллекция. И конечно часто бывает вопрос, сколько монет можно считать уже коллекцией и каких монет. В одном из роликов, посмотрите наши предыдущие выпуски, я показывал пример, что всего лишь несколько простых 15 копеечных монет, причем с соседних годов, могут представлять из себя настоящую коллекцию. Потому что имеют разные надписи и обозначения, и эта разница выражает дух времени. Произошли различные события, отраженные на монетах за совсем короткий исторический период. Поэтому даже такие монеты являются уже тематической подборкой, то есть небольшой коллекцией. Конечно, чаще коллекционируют рубли. И вот в данном случае я хочу вам предложить пример такой мини-коллекции. Реально находящийся в владении одного из коллекционеров. В ней 4 рубля. Конечно, это не вся его коллекция, но небольшая тематическая подборка. И человек исходил из определенного принципа. Давайте мы с вами этот принцип сейчас изучим. Здесь так называемые ранние рубли. 96-го года, 97-го, 98-го, 99-го. Пожалуй, наиболее недорогие из всех, которые можно купить в времени Николая Второго. С оговоркой обычно в слабом состоянии. В данном случае в коллекции монеты в достойном состоянии. Все отличного или почти превосходного состояния. Такие монеты уже, конечно, стоят денег, но все равно выгодно отличаются от других примеров того же времени и того же номинала. У человека не было цели создать полную годовую подборку. Тем более, что мы с вами знаем, многие рубли, называемые годовыми, такие как 104-й, 5-й, 8-й, стоят очень больших денег, даже независимо от состояния. Цель была другая. Представить 4 казалось бы соседние по годам, не сильно дорогие, но при этом очень разные монеты. Ведь именно в эти годы, годы массовой чеканки, монеты чеканились на разных монетных дворах. За это время менялись медсмейстеры, значит, надписи на гурте монет. И сейчас мы имеем рубль 96-го года на чеканиной в Париже. И значит, на его гурте знак, характерная звездочка. А рубль соседнего, 97-го года, казалось бы, точно такой же. Но на чеканине он в Брюсселе. И на его гурте знак будет в виде двух звезд. То есть у нас не только разные годы, но и разные монетные дворы. А рубль 98-го года. А он на чеканине Петербурге имеет характерную надпись АГ, такой же, какой можно найти и в 96-м, и 97-м, и в 95-м году. Наконец, в 99-м году также можно найти монеты, начеканенные в Брюсселе. Но большая часть их чеканится все же в Петербурге. Однако, медсмейстеры меняются. И монеты можно встретить как со знаком ФЗ, в данном случае монета именно такая, так и со знаком ЭБ. И вот у нас четыре монеты. Все не только разных соседних годов, но и с разными гуртовыми знаками. Что это как небольшая коллекция? А что к ней можно добавить? Медсмейстеры менялись и дальше. Предположим, мы не имеем ни средств, ни желания собирать там все годовые рубли. Хотя бы собрать основные типы. И в этом случае мы вполне можем не повторять, и не брать другой рубль 99-го года, только с буквами не ФЗ и Б, а взять рубль тех годов, когда Рикун Бабаянц исполнял полноценное напряжение длительного времени обязанности минсмейстера. Это рубли 1909, 1910, 1911, 1912 годов, 1913 и других. Ну, в данном случае, например, рубль 10-го года. Хотя самым экономичным, наверное, будет рубль 12-го со знаком ЭБ. И мы вполне прибавляем его в эту коллекцию. У нас пятая монета с опять отличительным знаком минсмейстера. Наконец, в конце чеканки русских монет появляется последний минсмейстер, буквы ВС. Но монеты с буквами ВС достаточно дороги. В 13-м, 14-м, 15-м годах, может быть, 15-й приобрести чуть проще. Но мы можем найти интересную альтернативу. Памятный рубль, 300 лет романовых, начекальный большим тиражом, сохранявшийся в хорошем виде, дошедший до наших дней. И к тому же еще и относительно недорогой. И вот у нас шестая монета в коллекции и знак ВС. Целая коллекция. Хотелось бы, конечно, добавить к ней еще один рубль с буквами АР, Александр Речко. Но рубли с таким знаком, к сожалению, редкие и дорогие. Ну, разве что, можно попробовать добавить рубль, скажем, 1902 года. Тем не менее, он будет стоить, конечно же, в два, может быть, в три раза дороже, чем любой из представленных здесь в экологическом состоянии. И тогда у нас вообще полноценная коллекция. Рублей эпохи Николая II, разных годов, с разными знаками на гурте. Вот и вам желаю иметь свою коллекцию, свои принципы коллекционирования. Если вы можете об этих принципах рассказать, это будет интересно и вам, и вашим гостям, и друзьям. Это коллекция, которая, собственно, и служит для рассказа и объяснения вашего увлечения. Желаю каждому из вас иметь свои принципы коллекционирования. И тогда вам будет интересно и показать, и рассказать про вашу коллекцию. А вы смотрите наш канал, другие наши выпуски. Ставьте лайки, если вам выпуски понравились. Предлагайте друзьям, коллегам. Наверняка им тоже наши выпуски будут интересны. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова